Невероятно, но факт. Сегодня в следующей неделе присылаю. Они выписали про минус 35. Ой, и что будет? Так, письмо. Извините, но вы заблуждаетесь. Новый министр культуры теперь Фальков. Как результат, уже начались консультации по закупке новых приборов, без которых невозможно получать результаты на уровне мировых. Так, это кто-то прикололся, что ли, что мне прислал такое. При прежнем министре не давали ни рубля, а требовали публикации в ведущих мировых журналах, а Катюкова даже не взяли консультанты. Ну, и я попробую с этим еще разобраться. Надеюсь, что все-таки... Я смотрю на Катюкова, да. Да, умный. Возраст средний. Вот. А, допустим, видите, что обидно-то для меня лично. Понимаете, возьмите, разбудите 100 садоводов нормальных ночи. Скажите, ну-ка, назовите одного академика садовода. Фамилия бесполезная. Ну, хорошо, не садовода. Ну, давайте тогда овощевода. Тишина. Ну, может, цветовода. Ну, может, кустарниковода. Хоть одного фамилия. Я уверен, что человек даже не смогут. Вот. И получается, ничего против не имею. Допустим, министр науки Фальков. Тогда я все, что я говорил, адресую ему. Я еще могу, часов 40 могу рассказывать о проблемах науки. Может, и он не знает. Другое дело, что, как систем-сист, да, кто ему даст. Вот они, приборы на уровне мировых. Может, из этих приборов, может, помните выражение, что можно микроскопом гвоздь забивать. Я о том, что нам нужно начинать с нуля. Так, Городничин, Москва. Доценко, Северный Казахстан. Дмитрий Забайкалье. Добрый день. Как определить, что черенки пересохли? Если кора на них вроде не покоробилась, и почки не усохли. Спасибо. Как приведете, узнаете. Для начала, раз вы подозреваете, что именно пересохли. Вот. Собирайтесь привать накануне, за сутки. Отрезали торцы нижние, освежили. Они же, наверное, как были замазаны мазью. Вот. А если еще и не замазали, тем более. Все равно освежили. И поналили воды куда-нибудь в ведро, например, толщиной два пальца горизонтальных. Поставили в холодную воду. И занесли в холодное помещение, темное, чтобы весь солнце, чтобы не проснулись. А там посадите, уже приведете, и тогда все само станет на место. Прижились, значит, не пересохли. Других способов нет. Можно поцарапать, можно покорябить. Можно, видите как, сейчас еще февраль. Есть еще один способ. Я вам как-то показывал. В стакан поставили. А если у вас много этих черенков, я одного не жалко. В стакан поставили, и на подоконник, на солнышко. Теп, тепле. Посмотрите. Просутся, не просутся. Не просутся, плохой сигнал. Очень плохой. Посоветуйте, как лучше прививать черенки в враче. Под кору или еще как-то. Можно посвятить часть следующего вебинара. Привычный сезон в разгаре. Все принято. Конечно, покажем. Расскажем. Хотя, столько раз говорил. Сделайте, пожалуйста, сравнительную характеристику. То есть, плюсы и минусы. Чего? А прививка черенковой почкой. А тут опять проходили. Ну что, на следующий раз. Это как часть высшего письма. Это как предложение его. Ладно, гражданин Шучарин, товарищ Шучарин, или еще лучше, садовод Шучарин, друг Шучарин. Пытаюсь спланировать сад. Разрешите ваше мнение о совместимости плодовых. Может ли земляника быть укройной культуры? Если да, то с кем совместима? Нет, не может. Уже хотя бы потому, что земляника усадить, это все равно калечить почву. Вначале перекопали. Мы имеем черный пар. А рядом деревья растут. Потом вы ее, значит, посадили. Но опять же, зердом зарастить нельзя. За нее ход можно. Значит, опять тяпка, тяпка, тяпка. И получается, сколько бы вы ее не распространили, если ее просто оставить в покое, я так делал. Вот просто оставить в покое. Пойти моментально, за год, за два течает. То есть становится мельче, мельче, ее все меньше. Общинка выделки не стоит. Земляника требует ухода. Вот в отличие от деревьев, вот тут уж вы без тяпки никуда. Без полива никуда. Без подкормок никуда. Вот, потому что это разовое растение, как бы, как одноразовый шприц. Она рассчитана на то, чтобы вот взять с нее все. А в это время, пока вы с нее берете все, крупные ягоды, вот, потом полили. В отличие от сада. А в это время в сторонке у вас уже снова подрастает земляника с нуля. Вот, потому что усы-то она дает, дает. А вы же не будете же семян выращивать. Вот, и так далее. Так что совместима-то она может и совместима. Но калечить почву придется. А это нежелательно. Растите землянику где-то в другом месте. Так, Жевск. Светлана. Как вы считаете, можно ли в современном изменившемся бактериальном составе микрофлора врачи держать без химии? Как минимум использование химии допускайте. Спасибо. Сразу разделяю так. Дачное садоводство, промышленное садоводство. Дачный сад без химии вырастить очень легко. Вот. Почему? Потому что не требуется максимальный урожай. А значит можно обойтись без химии в принципе. Ну что подождалось в подхимии? То, что способствует. Это набор удобрений, которые действительно дают выгонку. Ну, потом, если потом... Ну, возьмите самые безобидные вещи. Вот земляника выше, да? Ну, допустим. Потом, когда речь идет о микрофлоре, о урожае. Ну, делим на овощи и на фрукты. Даже в овощах бы нежелательно бы эту самую химию. Вот как-то я умудряюсь. Я уже забыл, в каком тысячу году, в каком-то еще прошлом веке я в последний раз заходил в магазин, где химии торговали. Даже не помню зачем. А! Мне надо было эти самые. Атли-атли. Эти же. Используют когда-то. Интовир, потом что-нибудь покруче. Карате, потом еще круче. В общем, это все касалось... Только за этим я ходил. А то, чтобы получить больше урожай, мы получаем средний урожай. Ну, без всякой химии. Ну, вот грядку, ну, раскопал весной. Ну, граблями прошли. Ну, посадили. Ну, летом поливали. Знаем, что несколько лет назад, как предыдущий хозяин, там задавал туда этот, перегной. Вот. Ну, получается, не крупная, не мелкая морковка, а самые быстрые помидоры. Вот. А так, чтобы добиться максимума, ну, конечно, учитывая трудные затраты, все, в любое хозяйство нужно получить максимальный урожай. Там химия. Ну, я вот сейчас как вынужден ходить за помидорами, я же сейчас на диете сижу на жесткой. Боюсь этой же чертова этого самого диабета. Вот. Я каждый день покупаю, съедаю, там, по полкилограмма огурцов, помидоры. Я прекрасно знаю, что я ем отраву. Но у меня выхода нет. У меня желудок и так уже пустой, уже сок все весит. И ем, и знаю, что я ем отраву. У меня это отравляет все. А из банки, она сильно, это острые помидоры, сильно острые огурцы. Много они съезли, еще наголодно живут. Вот если разделить дачный участок с промышленным. Промышленным, вот, их дело накормить людей отравой. У нас, и никто на это не обращает внимания, кроме меня почему-то. В Хакасе, в 18-м году, умерло столько-то людей. И имелось в виду, так и называлось, естественная эти, умыль. Естественная. А в этом году, в 19-м, не в этом, не в 19-м. Два раза больше. Люди-то отказались отдачь. Так. Максим, вы правда ни одного ролика в ВК ранних не смотрели. Ну, Максим. Ну, в принципе, я особо-то на этом и не обращал внимания. Даже, хоть он смотрел, не смотрел. Вот. Так. Подскажите, какое плодовое дерево можно посадить в той части? Сейчас, скажите, сюда тень. Только об сумородину. Больше не знаю. Только сумородину. Так. Здравствуйте, Валерий Константинович. Как вы считаете, можно ли брать волчки? Нижняя порция на прививку. Похоже, дерево больное. Есть и шайник. Темнее кора. Возможно, черный рак. Волчки выглядят здоровыми. А можно теми самым волчки укорелять, как вы рассказываете? Значит, укоренять их можно. И если вы уже теряете дерево, делайте все, что хотите. Если теряете дерево. Если оно вам нужно, если оно ценное. Мы наступили в такие времена, когда, правда, вот. Мне ксенофондов прислал черненький, да? Свои сады, это самый. А наши волшебницы, тряны сады на ноги. Вот он прислал их. Это такой редчайший случай, да? Огромная благодарность. А возьмите, допустим, что я потерял 10-15 уникальных вещей. Ну, 100-граммовая слива. Ну, не будет у меня больше никогда. Нету, нигде я их не найду. Нигде. Если их были, то их больше нет. Про одну писали сливу 100-граммовую гигант. О пресадных хозяйствах. Ну, там была сноска. Дерево дает 5-10 плодов. Я хочу сказать, что как нам надо беречь то, что мы имеем. Поэтому попробуйте это дерево. А для распространения, наверное, не годится. Так. Хотите укоренять волшки. Попробуйте укорить волшки. Вот. Попробуйте взять на прививку. Если, конечно, они из привоя взяты. А вот будет ли новое дерево здорово. Мне так обидно. А мне этот вопрос задают постоянно. Мне Троценко задал этот вопрос. Четроцкий меня позвал своего друга. Дело в том, что Троценко... Что? Задал, задал. А мне это каково? Болеть болезнью в России. От болезней, в принципе, я могу общими фразами сказать. От болезней, которую мы называем грибковыми. А это всегда были их преобладания. Преобладали. Вот. Берем веточку. Срезали. Обеззаразили. Способов много. Все. И садить ее ничего не будет. Можете дерево, где полно этих грибов. Больше все брать, ничего с ними не будет. Будет у вас здоровое дерево. Вот. Если поврязана, значит шитьба. А если выжил, значит будет полно носить нормально. Вот. Здоровое дерево грибы не предстает. Точка. Мы все это берем. Подвой, он всегда здоровый. Вот. А привой, все это почку-то и берем. Ну там с маленьким огрызочком. А что касается бактериальной болезни, тут уж извините. Вот. Но вы заранее не знаете, если вы подозреваете, что у вас черный рак. Я показывал тот же. Почти что рак на груши живет и ничего не делается. Так. Заделить сад, когда муравьи полюбят. С муравьями отдельный разговор. Про это надо тоже говорить. Смотрите. Вот Дмитрий, вот возможность такой, как бы сказать, с иронией этот. Вот. Заделить сад, это в любом случае он должен быть заделленный. Ну хотя бы для среднестатистического человека. Потому что вы видели сады без дерна. Совершенно чистые сады. Там трактор. Но я же не буду вам советовать трактор покупать. И тогда у вас проблема исчезает. Сидя за трактором, кажется, так легко. Ухода почти никакого. На тракторе проехался. Я сам трактор имел. Сам на тракторе пахал. Без дыряния пахал. Это так называемые, эти самые, противопожарные разрывы делал. Вот. Так просто. И вы видели промышленные сады. Но если я скажу, купили трактор, мне сейчас вот из этих 50 человек, 40, так далеко пошли, что я уже точно никуда не, оттуда не вернусь. А если трактора нет, что? Тяпкой и лопатой перекапывать 5-10 соток? Тот, кто советовал, сам-то тяпку не берет, он от своей революции от кого-то прочитал это. Я еще видел такие сады, но там они почему, как получилось у меня с Сергеем. Я посадил деревья, а он разъел питомники. Ни травинки нету. Ну, почти нету. Но это же нет хорошей жизни. А муравьи полюбят. Задененный сад. Они свою работу знают. У меня есть прекрасный, эти самые, есть у меня фильм, есть у меня телевидение. Это телевидение приехало, слава богу. Это республиканское телевидение, это не какой-то там, бутылку распили и сняли. И искали они мне, показывал эти, считал раз, два, до тринадцати в пределах видимости муравейника. Они долго искали, когда они такую маленькую дырочку одну нашли на тысяче листьев. Это все снято ими. Даже позевали где-то надо мной. Я сказал, вообще не найдут. Вот цена муравьев. Листья целые, дырки не одной. Так чего я буду их этому не старать? Чтобы у меня сожрали эти самые деревья, все это, жуков. И там нет, сколько хватает у нас. Ну вот так я ответил на ваш вопрос. Ну что, все, наверное, полчаса, все как внук графики. Выдержал этот самый компьютер. Я когда хотел, как Сафрону говорили, товарищ Косеевич, компьютер не хочет сработать, потому что опять богословскую тему будем открывать. Я говорю, да. Еле-еле. 15-го раза включился. Почему я не выключился? Ну, все, что я хотел сказать про богословскую тему, я так и не сказал. Может, поэтому напугался. Возьмет, отключится. Он как живой. А он не любит, когда говорит, что он это самое. Снимает биополию человека. А потом мы удивляемся. Коронавирус, канал на визу. Китайцы, найдите китайца без компьютера. Вот он и коронавирус. Если при прочих равных условиях вещь Китая вернуть на 30 лет назад, всего на 30 лет назад, все так же. Численность, образ жизни, те же еда, те же напитки, все тоже. Но нет еще компьютеров. И не было бы сейчас этого огромного цифра, которая все больше, все нас успокаивает, успокаивает, а количество мертвых все больше. А сейчас уже сотни тысячи подходит, а уже дальше пойдут миллионы. Вот. никто не знает, что сейчас дети от телефонов, от всех этих смартфонов, от компьютеров, от все, гнать, гнать, гнать. И первый должен, как его назвали, другой фамилию назвать, пусть они к тому обратился. Тот пусть, другой пусть, не важно, кто, как его там в кабине, он-то должен не слазить с экрана, гнать, уговаривать, ругать, угрожать. Увидят ребенка со смартфоном, значит, сразу родителям штраф, миллион рублей. только бы это самое, сохрани генофонд. Компьютеры страшная вещь, домашний образ жизни страшная вещь, дети забыли, где улицы находятся. Мир сошел с ума, родителям дети не нужны стали. Отдали им на водку по эти самые мультфильмы из игры, только бы отстали. Зачем рожали? Так. Тут еще кто-то что-то написал, давайте закончим тогда. Коронавирус это дизайнерский вирус, специально под пожилых китайцев выведен. Дети не болеют, и в других раз тоже не болеют. Заболеет, вы видите. Тут я не согласен с вами, Игорь. Так, Сергей, железо тоже живое, не хочется работать, при определенном настроении человека, работающего. Подумайте на досуге за этим словами и все осознайте. Негатив порождает только больше негатив. А осуждение еще больше осуждений. Я специально сейчас начал ругать компьютер, что он снимает биопод, выключится или нет. Но он пока не выключается. Может быть, и не так все просто.